Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Илья Владимирович Сивакозов. Я заведующий отделением эндоскопии Центрального НИИ туберкулеза, город Москва. Нахожусь я тоже в городе Москва, в обучающем центре компании Шторц, вот в этой замечательной демооперационной. И сегодня мы с вами будем разговаривать и обсуждать, и демонстрировать даже методики ригидной бронхоскопии. Ведь бронхология в этом году уже более 120 лет своей истории отмечает, и ригидная бронхоскопия это то, с чего начиналась бронхология. Поэтому сразу перейдём к делу. Итак, прежде всего я бы хотел с вами поделиться описанием вообще, что такое ригидный бронхоскоп. У меня в руках сейчас находится тубус жёсткого бронхоскопа Шторц 12 размера. Это стандартный, наиболее часто используемый тубус. В нём можно выделить металлическую часть, то есть это, собственно, сам металлический полый цилиндр. У него есть, обратите внимание, клюв, его можно заточить. В нём есть фенестрация и дырочки для того, чтобы осуществлялась вентиляция воздуха. Длина этого жёсткого туба составляет от 43 до 33 см. Это стандартные размеры, которые не меняются уже много десятилетий. Ими продолжают пользоваться как наши учителя и учителя наших учителей. И я думаю, что и наши ученики, и ученики наших учеников будут продолжать пользоваться этими же тубусами. Обратите внимание на верхнюю часть тубуса. В нём находится павильон для ввода инструментов. Посмотрите, вот здесь есть с одной стороны адаптер для подключения призматического отражателя. С другой стороны находится адаптер для подключения объёмной вентиляции. И ещё вот здесь небольшой под таким углом отходит конюля для подключения инжектора высокой частотной вентиляции. Ну и самое главное — это внутреннее пространство. Для тех из нас, кто занимается гибкой эндоскопией, внутренний диаметр этого тубуса поражает воображение. Это целых 11 мм. Сюда можно воткнуть при желании 2, а то и 3 гибких брахоскопа. Правда, они будут супертонкими, но тем не менее, возможности широкого тубуса ригидного брахоскопа позволяют очень сильно расширить ваши возможности. Итак, в данный момент тубус не собран, он не готов к работе. Для того, чтобы он работал, нам необходимо дополнить его рядом аксессуаров. В первую очередь это касается адаптера для высокочастотной вентиляции. Посмотрите, он встаёт вот в эту зону. Для чего этот адаптер нужен? Для того, чтобы реализовать максимальное преимущество жёсткой бронхоскопии — это отсутствие обязательной потребности в объёмной вентиляции и возможность работать на открытом контуре. Это очень серьёзное преимущество в сравнении со стандартной интубацией. Второй вариант, второй адаптер. Посмотрите, вот я держу в руках специальный такой пластиковый адаптер для подключения объёмных вентиляторов, независимо от производителя. Либо мы вот сюда напрямую подключаем объёмный вентилятор, либо есть переходничок. Третий момент — это возможность подключения призматического отражателя. Я вот специально для вас вот здесь оставлю возможность, чтобы вы видели эту часть. И посмотрите, он одним щелчком ставится в цель. Можно вынуть его и можно тут же вставить. Причём, что характерно, полная взаимозаменяемость аппаратуры конкретного производителя Шторц, начиная с середины 70-х годов. Вы можете абсолютно спокойно пользоваться этой техникой много десятилетий. В нашей клинике мы активно пользуемся ригидными тубусами выпуска конца 60-х годов, и они живее всех живы. Итак, посмотрите, вот тубус в сборе. Вот эта часть, она в принципе не особо сильно нужна, а мы её просто продемонстрировали, но адаптер для высокочастотной вентиляции и призматический отражатель, возможно, потребуется. Здесь ещё какой момент. Вот мы собрали этот тубус. Но помимо 12-го размера есть ещё и более широкие тубусы. Посмотрите, 14-й, но он покороче. Вот если мы сопоставим их по длине, вы видите, то, что у них длина отличается почти на 10 см, 43 см против 33 см. Такого широкого, большого трахеоскопа размером 14 мм наружу, то есть это 12 мм почти с половиной внутреннего диаметра. Этот тубус незаменим, если в вашей практике приходится заниматься реканализациями трахеи, реканализациями главных бронхов, комбинированными различными методиками, потому что он даёт максимальный просвет. Тем не менее, вы видите, что у нас ещё остались неосвещенными некоторые моменты. Давайте поговорим об освещении. Вот я неспроста взял вот этот кабель. Это кабель Cold Light. Он даёт равномерное гомогенное освещение белым светом. Причём, посмотрите, я втыкаю, неправильно говорить, я вставляю этот кабель в блок освещения, и посмотрите, вот у нас появился свет. Для чего нужен вот этот вот холодный свет? Мы можем его подключить как к адаптеру, находящемуся на оптике, и вот мы наконец достали жёсткую оптику. Причём вы можете работать в самом простом случае, вставив в жёсткий тубус, вот таким образом держа оптический телескоп. И обратите внимание, как он у меня в руке лежит. По типу такого собранного пистолета. Либо вы можете использовать его совместно с видеокамерой. Сейчас у нас век высоких технологий, компания Шторц не отстаёт, и она предоставила нам возможность использовать видеокамеру высокой чёткости. Я думаю, что мы сейчас её тоже подключим. Причём, насколько я могу понять, это видеокамера разрешения 4К. Выше данного разрешения на данный момент в эндоскопии мы не имеем. Гибкие брахоскопы пока до такой мощности не добрались. Посмотрите, на экране вы видите белый свет, вы видите дистальную часть тубуса и мои не самые чистые ладошки. Итак, мы с вами собрали воедино жёсткий тубус, адаптеры, оптику, подключили к ней соответствующий осветитель и собрали камеру. Всё это собирается буквально за несколько секунд, по большому счёту. Итак, вот в таком виде, если вы укомплектованы в вашей клинике, имеете возможность использовать видеоадаптеры, видеокамеры такого типа СИМАУТ или ТРИПОД, то вы можете выполнять ригидную бронхоскопию. Если вы лишены возможности выполнять ригидную бронхоскопию с видеостойкой, забудем про видеостойку на данный момент, сейчас мы её уберём, так положим, то у нас остаётся вот такой вариант. И в таком случае, простите за выражение, вы должны будете вот так вот глядеть в оптику, как наши корифеи много десятилетий назад. Но тем не менее, если это работало в 50-е, в 40-е, в 20-е годы, 20-го века, почему это не может работать сейчас? Это по-прежнему прекрасно работает. Поэтому видеокамера это здорово, но совершенно не факт, что эта видеокамера будет вам так уж критично необходима, если её нет на данный момент. Итак, коллеги, давайте разберём ригидный тубус поподробнее. Это тубус жёсткого бронхоскопа, он состоит из заострённой, скошенной дистальной части или клюва, самого тубуса, то есть полной металлической трубки с фенестрацией для вентиляции и проксимальной части павильона. Посмотрите, что здесь у нас есть. У нас здесь есть адаптер для обычной объёмной вентиляции. При необходимости, если вентилятор не насаживается напрямую, мы можем подключиться через соответствующий пластиковый адаптер. Второй вариант, давайте мы его сейчас даже оставим. Второй вариант, второй вход, это павильон для подсоединения адаптера для высокочастотной вентиляции. И посмотрите, он легко ставится, легко снимается. И сюда при необходимости подсоединяется катетер для ВЧ. В таком случае реализуется основное, как я уже говорил, преимущество жёсткого тубуса, это возможность работать на открытом канале. Итак, давайте сосредоточимся ещё на одном немаловажном аспекте. Это возможность подключения призматического отражателя для осуществления подачи света. Вот видно, что здесь есть специальный фиксатор. Мы его чуть-чуть отжимаем, и адаптер встал на место. Что это нам даёт? Это нам даёт возможность подключать освещение, осветитель, и тем самым осуществлять иллюминацию без использования оптики на открытом тубусе. Итак, вот у нас жёсткий тубус сборя. Он у нас в собранном виде. Ещё раз пройдёмся. Давайте сам тубус. Дистальная часть, проксимальная часть, павильон. То есть посмотрите, какой большой внутренний просвет. Плюс есть подключённый уже призматический отражатель для подачи света, плюс есть адаптер для высокочастотной вентиляции, плюс адаптер при необходимости. Обычно можно пользоваться без него. Вот в таком режиме спокойно всё совмещается с любым, независимо от производителя, контуром объёмной вентиляции, либо адаптер для объёмной вентиляции. И всегда, когда мы учим наших коллег впервые брать в руки жёсткий бронхоскоп, мы просим их сделать вот так. То есть вы просто его... И посмотрите, как он собирается в руку, как пистолет. Единственное, что вот эта часть может немножко мешать, поэтому во время интубации вы можете её отсоединить. И в таком случае всё будет вот так вот держаться.